Здравствуйте, дорогие рукодельницы! Меня зовут Елена. Я рада, что вы зашли на мой канал Мир рукоделия и творчества. В этом видео я хочу вам показать мастер-класс по вязанию красивого ажурного узора связанного крючком. Узор вяжется очень быстро, легко и просто. И его может связать любая рукодельница, которая только начинает осваивать вязание крючком, технику вязания крючком. Смотрите, какой очень красивый узор. Его можно связать как из летней пряжи, так и из любой другой пряжи. Я думаю, он будет неплохо смотреться. Что можно связать данным узором? Как вы видите на демонстративном фото, это можно связать тунику, длинную, пляжный вариант, либо тунику, чтобы носить ее с леггинсами, узкими джинсами, узкими брюками, лосинами. Также можно связать летний топ, кофточку, летний кардиган, платье. Тоже будет неплохо смотреться. Видео это будет состоять из двух частей. В первой части мы вместе с вами вяжем вот этот ажурный узор. Во второй части я рассказываю, каким образом можно связать тунику, платье, кофточку. То есть, все показываю. Также вы можете подписаться в группу ВКонтакте. Ссылка на группу в шапке канала. Вы можете нажать на иконочку и попасть сразу же в группу, зарегистрироваться. Если вы не зарегистрированы на сайте ВКонтакте и вступить в группу. В группу будут выкладываться все схемы и видео мастер-классы. Вы можете распечатать эти схемы, вязать по схемам и по видео мастер-классам. И еще у меня к вам есть один вопрос. Вот музыку, которую я встраиваю в видеопрезентацию, когда показываю слайды с фотографиями и с картинками, напишите, пожалуйста, она вам мешает, раздражает, либо, может быть, мне видео делать без музыки. Если она вам не мешает, то я буду продолжать снимать видео и включать, вставлять музыку для демонстрации слайдов. Напишите мне, пожалуйста, в комментариях, так как ваше мнение для меня очень важно. Мешает вам музыка при демонстрации слайдов, либо нет? Жду от вас комментариев. Значит, какую пряжу я использовала для вязания данного узора. Это пряжа Коко. 100% мерсеризованный хлопок. 50 грамм, 240 метров. Крючок номер 2. Цвет, если вам понравился, то номер цвета 38-61. Также я рекомендую использовать пряжу для вязания вот именно такого ажурного узора, чтобы он получился легкий, такой ажурный, ажурный, красивый. Пряжи от пихорки. Это ажурная метраж, 280 метров, 50 граммах, 100% мерсеризованных хлопок. Подойдет прекрасно пряжа, успешная. Здесь метраж, 220 метров, 50 граммах, 100% мерсеризованный хлопок. Дайси. Метраж, 295 граммах, 50 граммах. Метраж, 250 метров, 50 граммах, 100% мерсеризованных хлопок. И пряжа кружевная. Здесь метраж, 280 метров, 50 граммах. И состав, 100% акрил. Пряжу по составу, можете выбрать любую, то есть для этого узора не имеет значения. Можно даже вязать из тонкого мохера. Тоже будет прекрасно смотреться, либо из тонкой шерсти. То есть чем тоньше пряжа, чем ажурный узор. Все тонкости и хитрости для вязания данного узора вы можете посмотреть во второй части данного видео. И также будут рассмотрены несколько вариантов моделей. А сейчас мы с вами приступим к вязанию данного узора. Начнем. Приступаем к вязанию узора. Я буду вязать вот по этой схеме. Начну с 11 ряда. Где блок узора под буквой Б? Набрала цепочку из воздушных петелек. 5 петель цепочки. Отсчитываем. Раз, два, три, четыре, пять. И в шестую провязываю один столбик с одним накидом. Далее в каждую петельку провязываем еще 4 столбика с одним накидом. В итоге у нас должен получиться веерочек из 5 столбиков с одним накидом. Провязываем столбики с одним накидом в каждую петельку. 3 4 5 2 воздушных петельки. Пропускаю одну петельку цепочки. И во вторую петельку провязываю один столбик без накида. 2 воздушные петельки. Во вторую петельку цепочки провязываю в каждый столбик 5 столбиков с одним накидом. 1 2 3 4 5 2 воздушных петельки. Одну петельку цепочки пропускаем. Во вторую вяжем один столбик без накида. 2 воздушных петельки. Одну петельку пропускаем. Вяжем в каждую петельку 5 столбиков с одним накидом. 1 2 3 4 4 2 2 воздушных петельки. Одну петельку пропускаю. Во вторую. Провязываю один столбик без накида. 2 воздушные петельки. Одну петельку пропускаю. И в каждую петельку вяжу 5 столбиков с одним накидом. 1 2 3 4 5 Повторяем вязание до конца ряда. Привязала я первый ряд. У меня получилось 6 рапортов. 1 2 3 4 5 6 Приступаем к вязанию второго ряда. 3 петельки подъема. 1 2 3 1 Соединительная петелька. И в первый столбик с одним накидом предыдущего ряда. Вяжу один столбик с одним накидом. Одна воздушная петля. Второй столбик с предыдущего ряда. Пропускаем. В третьей вяжем. Один столбик с одним накидом. Одна воздушная петля. И в последний столбик предыдущего ряда. Провязываем третий столбик с одним накидом. Должно получиться 3 столбика с одним накидом между ними по одной воздушной петле. Раз, два, три, четыре, пять воздушных петелек. Элемент из цепочек пропускаем. И в первый столбик предыдущего ряда провязываем. Один столбик с одним накидом. Одна воздушная петля. Столбик пропускаем. Следующий вяжем. Один столбик с одним накидом. Одна воздушная петля. Последний столбик с одним накидом предыдущего ряда. Вяжем третий столбик с одним накидом. должно получиться 3 столбика с одним накидом между столбиками 1 воздушная петля 5 воздушных петелек 1 2 3 4 5 и до конца ряда вяжем таким вот образом 1 столбик с одним накидом 1 воздушная петля пропускаем столбик вяжем 1 столбик с одним накидом 1 воздушная петля последний столбик с одним накидом предыдущего ряда провязываем столбик с одним накидом связали 3 раппорта продолжаем вязать до конца ряда приступаем кязанию 3 ряда на схеме здесь 13 ряд 3 воздушных петельки 2 столбика с одним накидом воздушную петельку 2 воздушных петельки соединяем столбиком без накида в 3 столбик с накидом предыдущего ряда 2 воздушных петельки и 5 столбиков с одним накидом в арку из цепочки состоящие из 5 воздушных петель закончила я второй ряд 1 воздушной петлей и одним столбиком с одним накидом приступаем кязанию 3 ряда на схеме 13 ряд 3 воздушных петельки подъема разворачиваем вязание и вяжу в петельку одну одну петельку воздушную предыдущего ряда 2 столбика с одним накидом 2 воздушные петельки и во второй столбик вяжем 1 столбик без накида 2 воздушных петельки варку из цепочки с 5 петелек провязываем 5 столбиков с одним накидом 1 2 3 4 5 2 воздушных петельки во второй столбик провязываем 1 столбик без накида 2 воздушных петельки варку из цепочки состоящий из 5 воздушных петель провязываем 5 столбиков с одним накидом 1 2 3 4 5 2 воздушных петельки во второй столбик предыдущего ряда провязываем столбик без накида 2 воздушные петельки вяжем варку 5 столбиков с одним накидом 1 2 3 4 5 продолжаем вязание до конца ряда вяжем 4 ряд по схеме это 14 ряд 3 воздушных петельки подъема 1 соединительная петля 1 столбик с одним накидом 5 воздушных петель и пропускаем элемент из цепочек далее вяжем один столбик с одним накидом 1 воздушная петля еще один второй столбик с одним накидом 1 воздушная петля 3 столбик с одним накидом 5 воздушных петелек и повторяем вот этот элемент из трех столбиков с одним накидом закончила вязать и третий ряд тремя столбиками с одним накидом в одну воздушную петельку предыдущего ряда вяжем четвертый ряд 3 воздушных петельки подъема 1 2 3 разворачиваю вязание 1 соединительная петелька и в последний столбик с одним накидом провязываю 1 столбик с одним накидом 1 2 3 4 5 воздушных петелек пропускаем вот этот элемент из столбики с одним накидом провязываем в первый столбик столбик с одним накидом 1 воздушная петелька пропускаю второй столбик с одним накидом предыдущего ряда в 3 столбик вяжем 1 столбик с одним накидом 1 воздушная петелька в последний столбик с одним накидом провязываем 1 столбик с одним накидом 5 воздушных петелек 1 2 3 4 5 пропускаем элемент из цепочек и в первый столбик с одним накидом провязываем 1 столбик с одним накидом 1 воздушная петля пропускаем столбик в 3 вяжем 1 столбик с одним накидом 1 воздушная петля в последний 5 столбик с одним накидом предыдущего ряда вяжем еще один столбик с одним накидом должно получиться три столбика с одним накидом 5 воздушных петелек 1 2 3 4 5 вяжем 3 репорт по счету 1 столбик с одним накидом 1 воздушная петля столбик пропускаем в 3 столбик с одним накидом провязываем 1 столбик с одним накидом 1 воздушная петля в 5 столбик провязываем столбик с 1 накидом таким образом продолжаем взять до конца ряда 4 ряд я закончила цепочку из 5 воздушных петелек одним столбиком с 1 накидом 1 воздушная петля и завершаем ряд одним столбиком с одним накидом 5 ряд 1 2 3 4 5 здесь он 15 вяжем аналогично 11 ряду то есть узор в шахматном порядке 15 повторяет 15 повторяет 11 ряд 16 ряд вяжется как 12 ряд давайте я свяжу с вами вместе 15 ряд включительно и далее я уже буду вязать за кадром и покажу что у меня в результате какой рисунок получился вяжем 15 ряд по схеме здесь вот у нас будет по счету пятый ряд 3 воздушных петельки 1 2 3 поворачивание занятная петелька соединительная вяжем варку из цепочки из 5 петелек 5 столбиков с одним накидом 1 2 3 4 5 2 воздушных петельки во второй столбик с одним накидом провязываем один столбик без накида 2 воздушных петельки парку из цепочки провязываю 5 столбиков с одним накидом 1 2 3 4 5 2 воздушных петельки соединяем столбиком без накида крючок прокалываем во второй столбик с одним накидом предыдущего ряда 2 воздушных петельки сварку из цепочки из 5 петель и предыдущего ряда провязываем 5 столбиков с одним накидом 3 4 5 2 воздушных петельки во второй столбик предыдущего ряда провязываем 1 столбик без накида 2 воздушных петельки и вяжем веерочек из 5 столбиков с одним накидом продолжаем вязание до конца ряда связала я образец узора так вот выглядит лицевая сторона узора и изнаночная сторона посмотрите какой восхитительный красивый ажурный узор у меня получился очень красивый я его от паре ну давайте сейчас измерим ширину и высоту значит высоту я связала 18 рядов ширину мне получилось 6 рапортов высота узора после отпаривания 12 сантиметров а ширина состоящая из 6 рапортов 14 сантиметров чуть-чуть не хватило до квадрата еще один ряд надо было связать и был бы квадрат 12 на 14 вязала я пряжи кукол цветка может быть кому кого-то заинтересовал цвет 38 64 номер цвета зеленый производитель витакоттон метражу этой пряжи 50 грамм 240 метров сто процентный меристеризованный хлопок крючком номер два также пряжу которую я вам порекомендовала в начале видео вы можете заказать пройти по ссылкам внизу под видео в инфобоксе и выбрать и заказать любую пряжу любого цвета также этот узор можно вязать не только из летней пряжи но и из любой пряжи любого состава и метража я думаю что тоже будет смотреться неплохо если вам не нравится чрезмерная журность данного узора то я бы посоветовала сократить количество петелек вот здесь не 5 петелек провязать можно 4 петельки 3 и можно также уменьшить количество столбиков с одним накидом и вот в этих веерочков то есть не 5 столбиков допустим связать а4 и уменьшить вот количество петелек вот здесь было мной связано по 5 воздушных петелек вы можете уменьшить до 4 может быть даже по уменьшить до 3 посмотреть как получится узор данным узором можно связать шарфик платье топ майку тунику тунику можно связать пляжный пляжный вариант может связать при таллину свободную носить ее с поясом с ремнем с леди с легенцами с узкими джинсами с узкими брюками то есть очень много вариантов в не под низ одеть топик контрастного цвета либо в тон пряжи и будет очень прекрасно смотреться можно связать кофточку без рукавов с рукавами то есть этот узор прекрасно прекрасно подойдет для любой модели можно связать даже кардиган летний то есть прекрасный очень красивый узор вяжется очень легко и просто я думаю что любая начинающая вязальщица сможет легко освоить этот узор и свяжет очень красивую и потрясающую индивидуальную вещь присмотритесь к этому узору и надеюсь мастер-класс вам понравился и все схемы вы будете увидите можете распечатать для вязания вместе со мной то есть я буду вязать рассказывать а вы будете смотреть еще одновременно на схему как вязать научитесь читать схему вместе со мной подписывайтесь в группу в вконтакте одноклассники все схемы по вязанию узоров которые я демонстрирую в мастер-классах вы можете найти и распечатать если вступите в группу вконтакте ссылку на группу вы можете увидеть в шапку в шапке моего канала либо в инфобоксе как я обещала сейчас я вам хочу показать каким образом связать тунику для начинающих то есть это для тех кто только учится вязать вязать крючком и осваивать технику вязания крючком посмотрите какой вариант здесь нарисовала то есть специальный вариант для начинающих вот этим узором вы вяжете по блоку b с 11 ряда он вяжется и повторяете то есть 11 по 15 15 это повторение 11 вяжите сплошным полотном нужны вам ширины то есть вы измеряете линию бедер и набираете нужное количество петель можете если вы будете вязать пряжи как пряжи как я вот у меня метров 240 метров 50 граммах можете воспользоваться моими замерами высчитать нужное количество рапортов и связать прямым полотном туники либо топом здесь значит выполнить плечевые швы оставить вырез под горловину вас будет горловина лодочкой связать прямым полотном рукава и пришить к основному полотну туники либо топа носить данную тунику можно с поясом с ременем и будет очень прекрасно смотреться также вы можете уменьшить ширину рукава вот здесь вот у если будете вязать либо три четверти либо у запястья то есть уменьшите количество столбиков с одним накидом и количество воздушных петелек между веерочками то есть если хотите уменьшить ширину то уменьшаете количество столбиков и воздушных петелек чтобы расширить узор нужно наоборот увеличить количество столбиков и количество воздушных петелек между веерочками далее давайте посмотрим вариант для продвинутых вязальщиц у которого уже у которых уже есть опыт для вязания узоров любой сложности также вот можно связать тунику либо платье данным узором вот вариант номер два то здесь идет уже модель приталенные линия бедер линия талия или не талия линия груди здесь уже побольше объем то есть уйдет уменьшение и расширение вязаного полотна и также рукавчики можно связать с проймой как вяжется данная модель здесь вот блок а это у нас линия бедер то есть специальная схема дана для того чтобы полотно было пошире блоком бы здесь уже количество веерочком больше чем блоки б то есть линию бедер вяжите по блоку а на схеме талию вяжите по блоку б идет уменьшение вязаного полотна далее идет надо сделать расширение для линию груди и вязать пройму для рукава это блок c вот эта схема будет приложена в конце видео а также в инфобоксе будет ссылка на группу вконтакте где я выкладываю все схемы по моим мастер-классом регистрируйтесь вступайте в группу вконтакте вы можете распечатать схему и вязать по схеме и по видео мастер-классу надеюсь видео вам понравилось мастер-класс был доступен и понятен каждому в том числе и для начинающих вязальщиц показывайте свои образцы можете их показать даже в группе вконтакте ваши модели которые вы связали по моим мастер-классом узор очень легкие вязание и вариантов исполнения то есть там топики туники платья то есть это уже ваши на ваше усмотрение что вы захотите связать и и ваша фантазия здесь большую роль играет мне бы очень хотелось посмотреть что у вас получилось результат конечной работы выкладывайте все свои работы там есть специальный альбом в группе вконтакте где вы можете выложить свои работы разместить и показать другим рукодельницам может быть кому-то понравится и кто-то захочет повторить спасибо за внимание надеюсь вам мастер-класс еще раз повторюсь понравился подписывайтесь на канал включайте колокольчик чтобы не пропустить новые видео и по также полезную информацию с вами была елена всем пока пока до новых встреч на новых мастер-классах удачи Продолжение следует...